всех приветствую на своем канале давно не снимал решил снять но особо нечего снимать все то же самое то есть все тот же сенокос 8 как бы вот тут рулонов наверно 80 я накосил вчера вечером он подкосил о чем видео видео будет опять же косилки вирекс метр 85 метр 85 это видео будет скорее для тех кто думает покупать ее не покупать то есть как она себя показывает что она делает как косит но кость она вот так вот то есть это волок единственный минус и и косит очень низко и в принципе я ее называю как газонокосилка то есть буквально бреет недостатки конечно есть не вот сейчас я в этот сезон уже есть косил где-то гектаров 50 наверно ну да 60 уже идут гектара у нас какие минусы ну как и на метр шестьдесят пять это вот так выдумает ножик то есть видно на тарелке вот так вот это происходит я пробовал ставить вот крена обрезать ножи ставить и косить ими еще хуже он разбивает чуть ли не вот здесь до сюда так плюс какой ножи меняется в течение десяти секунд на вся замена ножей происходит где-то в районе минуты двух так вот это вот это все показатель встречи наших камней здесь видно будет не видно будет кастрюли вот согнутом когда большой травостой сейчас у нас такая ситуация большой травостой то есть косилка скашивает и вот в эти ворота я называю она проталкивают все сено когда большой травостой большой травостой она бывает не проталкивает то То есть собирает, начинает гребсти под себя и не успевает проталкивать этот густой травостой в эти ворота. Какой выход? Выход, понижаем скорость, она будет лучше прокидывать. Или же меня спрашивали в комментариях, как сделать, то есть это была проблема также с метр десять или метр двадцать пять, какая-то такая супер маленькая косилка. Вот мне спрашивали, что надо сделать. Выход, как наши умельцы нашли, вот сюда арматурину, дополнительно к этому уголку. Вот этот уголок, он основной, который помогает проталкивать траву в эти ворота. Вот сюда вот дополнительно приваривали арматурину. Здесь вот один, и вот он второй. То есть и сюда, вот видно, вот это место нерабочее, вот это рабочее. Сюда приваривали дополнительно арматурину по всей кастрюле, и здесь также две. И вот они, вот этот зацеп арматуры дополнительно помогал проталкивать это сено при большом травостое. В прошлом году мне мозги парил предохранитель, я его все сделал, восстановил. В этом году он вообще не работает. Ну, грубо говоря, так. Ловил я пару препятствий, и он ни хрена не срабатывал. Так, что еще хотел сказать. Отличие от метр шестьдесят пять. Здесь горят ремни. То есть мтезуха вом сильный, он быстренько прокручивает, тарелки не успевают разгоняться. Густой травостой тоже начинает вставать, начинает пробуксовывать. Ну, про слабенький вот этот предохранитель, который постоянно откручивается. И постоянно двигается, постоянно косилка открывается при... Ну, не постоянно, есть такая проблема, что вот этот вот предохранитель, он очень слабенький. Что у нас еще произошло? Вот видим вот эту вот пластину. Эта пластина, это натяжитель. То есть крепление вот этой пружины натяжника. Вот сам натяжник. Идет вот так вот. И вот он. И вот это основное крепление. А это вал, который держит само колено. Поворотное вот это колено. Вот этот вал здесь полностью проходит. Вот его там... Не знаю, по свету будет видно. Видно. И вот он здесь проходит и затягивается гайкой. Вот эта вот пластина полностью приварена. Но вот этот вот кончик и вот это отверстие. Отверстие получается значительно большое. То есть вот этот вот по краю вот здесь у нас остается очень маленькое количество металла. И в один прекрасный день вот этот вот натяжник, натягивая, ехав по почкам, его вот в этих местах обломило. Обломило, обломило. Вот так вот здесь вот. Его пришлось приваривать вместе с этой пластиной. Это самый простой вариант. Но по уму надо было наложить новую пластину. Но вот это вот как бы такие нюансы. Что по отношению метр шестьдесят пять? Также знаете, что по видео посмотрите. У нас есть и метр шестьдесят пять, и вот метр восемьдесят пять. Метр шестьдесят пять косит медленней. Но она, конечно, и по ширине, и кашу я ей на Т-25. Кто собирается покупать метр тридцать пять или метр шестьдесят пять, даже не думайте. Т-25 спокойно косит метр шестьдесят пять. Отличие одно, но при мне я сказал, тарелки я сказал. Так мне нравится. То есть 50 гектар, если вы для себя косите в сезон, этой косилки вполне достаточно. Почему я их взял две? Основное мое направление это было все-таки сенаж. Сенаж для сенажа это охренительная косилка, которая косит буквально оттаву, бреет ее, полностью выкашивает газон. Качественно по отношению с КРН-ками и КЗН-ками. У КЗН-ки стерня высокая остается. То есть здесь дополнительного сена там процентов десять, наверное, точно будет пятнадцать. А так вроде бы все. Ну ладно, сейчас покажу, как она косит. То есть кашу я на МТЗ, кашу на шестой. Шестая ниже, выше. Все по травостою, по состоянию поля. Но шестая, шестая, да. Некоторые мои умельцы на восьмой их КРН-кой косили. Так что, ну, вот вам показатель. Ладно, сейчас раскладываемся и в путь. Смотрите, далее. Ну, вот сейчас я маленько сдвинул его, чтобы можно было руками сдвинуть полотно. Значит, двигаем его в рабочее положение. Сейчас я навеска его маленько поддвину, чтобы она встала. Вот так. И теперь ее ставлю. Теперь нам надо поставить предохранитель. Так, предохранитель у нас чуть-чуть не достает. Значит, руками чуть сдвинули. Так, предохранитель я поставил. И, блядь, еще и босс. Так. Ну, здесь у меня винтом выставлено горизонтальное положение. То есть, вот сейчас у меня навеска стоит ровно, не в плавающем положении, а ровно так, как она будет косить. То есть, я вставлю в среднее, чтобы вот этот вот показатель, он где-то был чуть-чуть вот так, чтобы он мог, могла косилкой туда маленько наклониться и маленько подняться. Все, в фиксированном положении. По... Что по тягам навески МТЗ. Значит, нам надо косилку выставить так, чтобы мы по прокосу ехали. Вот сейчас будет видно, не будет. Вот тарелка маленько должна быть сдвинута от колеса, чтобы я мог ей прижиматься, как бы, прокосу. Но косилка все равно маленько, чтобы выступала. Потому что, если мы ее сдвинем за колесо, она будет все прокасшивать. Но вместо 1,85 м у нас прокос будет 1,60 м или 1,50 м. А сами понимаете, каждый сантиметр в страду, то есть во время кошения, это как бы плюс. Так, ну ладно, все, начнем косить. Сейчас попробуем показать, как это все дело выглядит. Так, ну вот, я несколько прокосов сделал. Едем на шестой. Так, температура у нас 80 м, давление тройка. Ну, это так, с лириком. Вот так она косит. Так, ну, это так, с лириком. Ну, вот я стараюсь колесом по проходу ближе прижиматься, чтобы больше полезная площадь с газом не была. И на шестой вот объеме. Вот, больше газа. Если косилки мало оборотов, она начинает кидать сзади волос. А если плотает и прохоз идет ровно, то она сразу кладет правую сзади, и все. Надо, смотрите, дальше покажу. В конце, сколько идет косой. Ах, preocup August. Це, verste. Давай, пойдем connect. В brotherement. В бриnocу. И все. Р 사진. Бри centers. В нусу. В рамки. Риста. Рис. И все. Все. И все. В corоке. Все. Варку. В bidке. Продолжение следует... Продолжение следует... Будет у нас такое окончание видео. Здесь, я не знаю, может, гектара 4 скосил. Все нормально. Как бы откосила косилка. Все без проблем. Не считая того, что поймали два здоровых камня. Нож здесь, я только его туда захреначил. Вот такое вот состояние. На этот участок я брал, ставил новые ножи. Вот такое вот. Так его выбило. В Магро покупал пачку там, по-моему, 25 ножей. Что-то по 60 или по 40 рублей. Ножи брал вот такие. А вот он новый стоял. Такое вот состояние. Четырех с пяти гектар. Да, вот один оторвало у нас. Это обычное явление. Вот такое вот. Ну, это уже был наварен. То есть, сюда ставили... Ну, болт с потаем, который... То есть, чистое тело. Либо какой-то пруток. У нас есть палец. Вставляли, обварили его. Просто потом срезали. И работало дальше. Так, что у нас еще произошло? Так, так, сейчас посмотрим. Ну, и оторвало у нас снова эту всю сварку. Я не знаю, почему будет видно. Там и не будет видно. Сейчас с этой стороны. Что-то так приварено. То ли сейчас приеду домой, попробую протянуть. Посмотреть сейчас с той стороны. Глянем. Что там произошло. Да, говорю, что этот... Ни хрена. Этот не работает. У меня предохранитель. Надо его... Глянуть, почему такое происходит. Или смазать. Упирается в землю. И ни хрена этот... Не отщелкивается. Сейчас приеду, тоже посмотрю. Ну, а так, в общем... Все пока... Идет своим чередом. Так, ну, это я докосил только... В прошлом году, да, сюда. Косили, а там посмотрим. Там еще и рулоны старые остались. Ну... Ладно. На этом видео, наверное, все. Пишите комментарии. Нравится, не нравится. Что... Что да как. Так, много мнений неоднозначных. Но мое мнение, что в личном хозяйстве не как КФХ Геррифорд. А, допустим, на 10-20 коров данная накосилка может накосить не парясь и сенашей сеном. Так, ну ладно, все.